Прекрасный день. Хельсинки на тарелке Привет и доброе утро. Сара Лафонтен. Добро пожаловать в Финляндию, мой родной город Хельсинки. Мы в заливе Толенлахти, в самом сердце Хельсинки. Позади меня находится сауна. Мы финны просто без ума от сауны. Мы используем любой повод, чтобы поставить еще одну практически где угодно. Это Сенатская площадь, а вон там кафедральный собор. Здесь мы собираемся для празднования Нового года и на крупные спортивные мероприятия. Мы собираемся здесь каждый раз, когда нужно что-то отметить. Я должна встретиться с друзьями. Мы гуляем в парке прямо за углом. Сейчас моя очередь готовить ланч. Я хочу сделать форшмак, особое финское блюдо. А позднее я соберу розовую корзину для пикника и устрою вечеринку на островах. Привет! Вот вы где. Как дела? Мне бы хотелось с вами посидеть. Но если мы планируем сегодня поесть, я лучше займусь кулинарией. Вы же хотите есть? Несомненно. Ладно, отдыхайте. Я скажу, когда будет готово. Отлично. Ладно, пока. Хорошо. Мы в ресторане «Совой». Это классический ресторан, который открылся 70 лет назад, перед Второй мировой войной. Оригинальный интерьер ресторана «Совой» создал всемирно известный финский архитектор Альвар Альто. Одним из частых посетителей этого ресторана был маршал Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм. Во время Второй мировой он был нашим главнокомандующим, а потом стал шестым президентом Финляндии. Я приготовлю любимое блюдо Маннергейма – форшмак. Во время одной из своих поездок он влюбился в форшмак. Маннергейм привез его рецепт в Финляндию и в ресторан «Совой». С тех пор это блюдо очень популярно у финнов. Сначала кладем большой кусок масла. Как заскворчало. Когда масло растопится, выложим туда мясной фарш. Здесь 400 граммов мяса ягненка, 400 граммов говядины и 400 граммов фарша из мяса лося. Примерно 14 унций каждого вида. Пускай слегка поджарится. Добавим репчатый лук, две луковицы. А сейчас мне понадобится чеснок. Пять мелко нарезанных зубчиков чеснока. Перемешаем. И... Как вкусно пахнет. Далее добавляем соленую сельдь. Это придаст форшмаку бесподобный аромат. Здесь будет и сладкое, и соленое. Это секретный ингредиент. Нарежем филе крупными кусками. Так, и кладем это в кастрюлю. Далее добавляем филианчоусов. Мне нужно добавить цвета. Здесь приготовлено томатное пюре. Положим 4 столовых ложки. Пюре придаст блюду красноватый оттенок. Я слышала, что в первоначальный рецепт Маннергейма входило большое количество коньяка. Конечно, придется добавить его в свой форшмак. Вот коньяк. Нальем немного. Так. И, наконец, мне понадобится вода. Около литра. Это одна кварта. Вот она. А теперь пускай варится в течение получаса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим. Прекрасный аромат. Сейчас я измельчу все ингредиенты с помощью блендера. У нас должно получиться однородное пюре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Положим блендер вот сюда. Позднее мы поставим это в духовку, причем не закрывая крышкой. Это важно. Духовка должна быть разогрета до 160 градусов по Цельсию. Поставим туда кастрюлю на 3 часа. И еще совет. Когда форшмак стоит в духовке, не забывайте его периодически помешивать. Вот так. Пока наш форшмак стоит в духовке, я приготовлю маринованную свеклу. Я уже отварила свеклу. Здесь 8 штук. Свекла варилась около 35 минут. Прежде чем отваривать свеклу, ее нужно тщательно вымыть. Только не нужно снимать кожицу, срезать черешки или корешки. Если вы так сделаете, весь вкус и цвет уйдет в кипящую воду. Нам такого не нужно. Вот здесь я приготовила салатник с холодной водой. Сейчас мы переложим свеклу в холодную воду. Я немного испачкаюсь, но это надо сделать руками. Смотрите, как легко она чистится. А теперь черешки. Осторожно. А сейчас нарежем свеклу на аккуратные дольки. Почти все. Приготовим простой маринад. Он очень хорош. Наливаем уксус из красного вина. Достаточно. Примерно 4 столовые ложки. Нужно добавить что-то сладкое. Только немного. Люблю мед. Нальем чайную ложку. Большую чайную ложку. Затем нам понадобится соль и перец. У меня есть отличная машинка. Смотрите. И немного черного перца. А теперь смешаем все компоненты. Во время перемешивания добавим оливковое масло. Большое количество. Так, свекла. Немного перемешаем. Наша замечательная свекла должна быть со всех сторон покрыта маринадом. Поставим это в холодильник примерно на полчаса. Свекла впитает жидкость маринада и будет необыкновенно вкусно. О, вау. Уже все готово. Мне не терпится. Сервируем с печеным картофелем, солеными огурчиками, с моей маринованной свеклой и сметаной. Прежде чем выкладывать блюдо на тарелку, проверим, хватит ли соли. Может, еще чуть-чуть. У меня есть вот такие красивые чашки. Разложим в них форшмак. Поставим сюда. А теперь маринованные свекла. Полюбуйтесь на этот цвет. Соленые огурчики. Положим на край. И последний штрих сметана. Вот она. Надо это попробовать. Отлично. Пора есть. Ребята, ланч готов. Милости просим. Проголодались? Спасибо. Привет. Приятно познакомиться. Привет. Спасибо. Я хочу выпить за дружбу. Спасибо, что пришли. Хорошо. Хорошо. Привет, Томас. Хорошо, что ты уже здесь. Мне надо встретить в аэропорту свою подругу Сольвик. Привет. Рада видеть. Она прилетает из Дании ради сегодняшнего праздника. Я так взволнована. Поехали. Столичный район Хельсинки состоит из трех городов. Хельсинки, Эспо и Ванта. Аэропорт находится в Ванте. Кратчайший путь из Европы в Азию лежит через Хельсинки. Так что аэропорт процветает. Привет. 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 Сольвик Винборг. С чего мы начнем? Я знаю, что ты любишь технику. Да. И нашла отличное место. Оно напоминает спортплощадку для фанатов науки. Звучит интригующе. Знаю, знаю. Финский научный центр Эврика в городе Ванта полностью интерактивен. Это прекрасное место для тех, кто в глубине души остался ребенком. Мне нравится. Я очень люблю постоянные выставки, которые проходят в Эврике. Да. Но неплохо. Все отлично. Мне нравится жить в районе Хельсинки, так как здесь все очень близко. Можно жить в самом центре Хельсинки, но всего полчаса, и вот вы уже сидите у костра на берегу Тихого озера Веспо. Здесь, в Эспо, постоянно встречаются нетронутые уголки природы. Например, острова близ побережья. Там любой может искупаться или остановиться с палаткой. Увидимся позже. Да. Ладно, еще увидимся. Пока. Пришла пора расстаться на пару часов. Мне нужно подготовиться к сегодняшнему пикнику. Рыночная площадь – мое любимое место для покупок. Здесь можно купить свежайшие овощи, наслаждаясь спокойной атмосферой. Девушки отдыхают. Привет. Привет, как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. Я хочу устроить сегодня девичий пикник. Мне нужно что-то легкое, но вкусное. Салат. Да, две штуки. Хорошо. Хватит? Да. А у тебя есть редис? Да, сегодня привезли. Очень хороший. Здорово. Вот здесь, смотри. Сколько? Два пучка. У него красивый цвет. Это местный? Да, конечно. Конечно. Это тоже местный? Да, это финский чили. Хорош для салатов. Это все? Да, пока все. Большое спасибо за все. Ладно, был рад видеть. Увидимся. Ладно, пока. Пока. Город Хельсинки был основан в 1505 году. Тогда его часто называли «Белый город севера». Сейчас мы направляемся в крепость Суон-Мен-Линна. Именно там мы и устроим сегодняшний пикник. Строительство крепости Суон-Мен-Линна началось в 1748 году. Это одна из крупнейших и лучше всего сохранившихся прибрежных крепостей мира. Суон-Мен-Линна, словно огромная гостиная под открытым небом для жителей города и туристов. Поездка на пароме из центра Хельсинки занимает всего 15 минут. Люди часто приезжают сюда, чтобы отдохнуть и насладиться видом. Некогда это место было центром Хельсинки. Круглогодично здесь живет порядка тысячи человек, но автомобильные дороги отсутствуют. Здесь все, как было сотни лет назад. Я на кухне с красивым видом. Сегодня мы с подругами собираемся танцевать. Надо приготовить что-то вкусное, но легкое. Я сделаю сэндвичи с крелетками. Сначала готовится легкий соус. Мне нужно 2 столовых ложки тертого имбиря. Затем нам понадобится чеснок. Одна чайная ложка. Добавим немного тертой цедры лайма. Вот так. Достаточно. Затем добавим остроты. Возьмем перец чили. Разрежем его пополам. И вычистим все семена. Мне не нужно, чтобы блюдо было слишком острым. Я просто хочу сделать сэндвичи более пикантными. Посмотрите, какие красивые кубики. Добавим кислоты. Конечно. Высококачественный лаймовый сок. Полезно немного его обмять. И покатать. Так будет легче выжать сок. А теперь приложим силу. Выбрасываем. В первую очередь займемся этими специями. Большое количество оливкового масла. А теперь слегка приправим. Сначала черный перец и немного соли. Затем сахар. Он уравновесит вкус соуса. Чайную ложку. Попробуем. Очень важно пробовать то, что готовишь. Отлично. А теперь нальем соус в два салатника. Да, по-моему, здорово. Отставим ненадолго в сторону. Так. Добавим немного кинзы. Примерно полпучка. Теперь перемешаем. Я хочу добавить сюда немного редиса. Скажем, штук восемь. Сначала разрежем пополам, а потом нарежем на симпатичные дольки. Редист придаст моим сэндвичам красивый цвет. Полюбуйтесь. И авокадо. Мне нравится его сливочная текстура и жирность. Режем пополам. Немного повернем. Вот так. Вынимаем ножом косточку. Убираем. А затем берем ложку и выскребаем мякоть фрукта. Осторожно двигаем по кругу. Вот. Отлично. Кусочки на один укус. Добавляем креветок. Очень свежие. Это отлично впишется в наш девичий пикник. Перемешаем все вместе. Чтобы креветки пропитались этим прекрасным соусом. Для следующего этапа мне понадобится новый салатник. Помните, я выложу туда салат. Итак, вот наша сезонная смесь салатов. Кроме того, у меня есть пучок рукколы. Кладем сюда же. Это станет основой сэндвича. Теперь можно компоновать сэндвичи. Вот здесь у меня лежит подсушенный в духовке хлеб. Намазываем эти кусочки хлеба высококачественным майонезом. По центру. Отлично. Сделаем сэндвич. Кладем сверху. Вот так. И на тарелку. Теперь добавим салатную смесь. Далее, вот очень полезная вещь. Я использую это кольцо в формочку. Кладем его на салат. Выкладываем в кольцо смесь с креветками, пока оно не заполнится. А теперь снимаем кольцо. Все. Я закончила. Гости появятся в любую минуту. Но еще до их прибытия я успею приготовить очень вкусный десерт. Для этого десерта подойдет любой сорбет. Сегодня я предпочла взять клубничный ревеневый гранита. Вы можете найти его рецепт на нашем веб-сайте. Сначала наливаем немного шампанского. Чуть-чуть. Много не надо. Затем кладем гранита или сорбет. Надо еще. Так. Теперь украсим десерт с едобными розовыми лепестками. А еще у меня есть. Мне хочется поджарить немного маршмеллоу. Конечно, розовых. И вот, все готово. Привет. Привет, как дела? Готовы к моему пикнику? Да. Вы проголодались? Привет, как дела? Как твой шопинг? Было здорово. Сэндвичи с креветками и салат. Берите тарелки. Здесь шампанское, маршмеллоу. Хочу есть. Возьми вот это. Спасибо. Хорошо. Ты уже бывала на этих вечеринках? Да, это было примерно полгода назад. Ясно. А теперь ты вернулась. Давайте чокнемся. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Смотрите. ПО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О, Майкера! Субтитры сделал DimaTorzok